Ты ими управляешь, ты добиваешься успеха, а они бесятся. Идем тебе покажу, тачку разбил. К юристам решать вот эти вот дела, а потом еще в суд. Короче, приехали мусора, начали с мусорами петлять за три куска. Мотивация вам только навредит. Эксцентричность. Ребята, не забываем развиваться. То есть, чем больше денег, тем больше проблем. Запомните это. Друзья, приветствую всех. Добро пожаловать в рубрику «Советы миллионера». И сегодня я вам расскажу о том, почему мотивация не работает. Я вам расскажу о ловушке мотивации. И в эту ловушку попадаются очень многие люди. Смотрите, мне недавно написал человек. Он пишет, я вот замотивировался. Начал смотреть мотивационные ролики. Начал смотреть тебя. Замотивировался и понял, что я готов к успеху. Взял кредит. Открыл свой бизнес. Все шло хорошо, но потом бизнес рухнул. Я в долгах. Я не знаю, что делать. Я в такой заднице еще не был. Я вот посмотрел твою мотивацию, замотивировался. И теперь я из-за твоей мотивации в жопе. Вот к чему привела твоя мотивация. Можно сказать, что мотивация не работает? Конечно же, можно. Можно сказать, что мотивация – это плохо, это полное дерьмо? Конечно же, можно. И человек будет совершенно прав. Но есть люди, которые проходят вот эту вот яму. Я, кстати, о яме сниму. Отдельное видео. То есть яма, вот этот вот тяжелый период, она будет всегда. Всегда. А вот люди этого не понимают. И человек проходит, продолжает мотивироваться, проходит через эту яму. И потом мне пишет благодарность. Говорит, спасибо, Тарас. Спасибо, благодаря тебе. Я изменил свою жизнь. Для этого человека мотивация сработала. То есть все правы, понимаете? Этот человек прав и тот человек прав, у которого ничего не получилось. Ну, потому что он остался в яме. Все, у него упустились руки. Он теперь не знает, что делать. И вот мотивация, получается, его погубила. Друзья, почему так случилось? Потому что человек посмотрел на успех однобоко. Он увидел только вот путешествия, красивую жизнь, дорогую машину, деньги. Но я очень часто говорю о том, через что вам придется пройти, чтобы добиться успеха. Очень часто об этом говорю. И люди этого не понимают. Помните, я в старом видео, ну, старые подписчики помнят, говорил, почему я добился успеха. Потому что у меня была огненная готовность. Вот если у вас нет вот этой вот огненной готовности, если у вас нет понимания того, через что вам нужно будет пройти, мотивация вам только навредит. Итак, огненная готовность. Что такое огненная готовность? Огненная готовность, это когда вы готовы абсолютно ко всему. Вам настолько похрен, что вы знаете, что может произойти все, что угодно, и вы будете к этому готовы. Первое, это нищета. Вы должны быть готовы к нищете. Вы должны быть готовы к тому, что у вас вообще не будет денег, что вы будете питаться только гречкой, яйцами. Все. Гречка, яйца, вода. Все. Но будьте к этому готовы. У вас будет полная задница с деньгами, у вас будут какие-то там, может быть, кредиты. Но если вы не готовы к нищете, если вы думаете, вот, я начинаю путь к успеху и уже буду все богатеть. С каждым днем все, я буду богатеть, и у меня ничего не случится, да. Будьте к этому готовы. Случится может все, что угодно. Теперь второе, это непонимание. Что такое непонимание? Будьте готовы к тотальному непониманию. Будьте готовы к потере друзей. Будьте готовы к тому, что вас будут хейтить, вас будут ненавидеть, вас будут не понимать, с вас будут смеяться. Будьте к этому готовы. Если вы к этому не готовы, ни о каком успехе не может быть речи. Будьте готовы к тому, что у вас будут плохие отношения с родителями. Что с вас будут смеяться, вас будут не понимать, никто вас не будет поддерживать. Никто. Просто будьте к этому готовы. И если вы столкнетесь с таким тотальным непониманием, так даже лучше. Я уже говорил, да, с поддержкой как-то хуже. А вот с непониманием вообще все шикарно. Ты сам себе топишь и все, и ни на кого не обращаешь внимания. Итак, второе это непонимание. Ну и третье это страх. Будьте готовы, что будет страшно. Что вот будут у вас такие вот периоды, когда будет очень тяжело. Просто будьте к этому готовы. Вам будет очень страшно. Ребята, это все. Вот если вы к этому готовы, вы готовы к успеху. Если вы к этому не готовы, вы к успеху, соответственно, тоже не готовы. Потому что люди думают, вот, я начинаю свой путь и все. И у меня не будет проблем. Вот, я начинаю свой путь к успеху, я буду только богатеть. У меня никогда не будет никаких там потерь, никогда не будет никаких проблем. Ребята, не существует такого пути. Многие думают, что путь богатства – это путь, в котором нет проблем. Вот так на людей влияет мотивация. Путь богатства – это, наоборот, путь проблем. Это путь решения проблем. Вот смотрите, многие мне задают вопрос, Тарас, вот ты теперь богатый, теперь тебе проще, у тебя есть деньги, у тебя есть все. Стало легче жить? Ну, жить стало не легче, жить стало интереснее, жить стало тяжелее, я бы сказал. Проблем намного больше сейчас, чем когда у тебя нет денег. Когда у тебя нет денег, ну какие там проблемы? Ну, зарабатываешь ты, к примеру, там, да, 500 долларов в месяц. Можешь сходить в ресторанчик, можешь там сходить в парк, погулять. Пришел домой, включил там себе фильмец с девушкой, да, там, позалипали под фильм. Все классно, нет никаких проблем. У тебя нет никаких врагов. Всем на тебя похрен, да. У тебя нет завистников. Ты не должен заботиться о людях, да. У тебя нет проблем. А что сейчас? А сейчас у меня бизнес, сейчас у меня недвижимость, сейчас у меня моя компания, мне нужно платить людям зарплату, понимаете. Я не могу вот так вот взять и исчезнуть на месяц, да. От меня многое зависит, понимаете. Я не могу подвести теперь людей. Проблем намного больше, но я не считаю, что это проблема. Мне, наоборот, так интереснее, намного интереснее жить стало. Жизнь стала яркой, красочной, насыщенной. Путь богатства – это путь решения проблем. То есть, чем больше денег, тем больше проблем. Запомните это. Запомните это, друзья. По-другому, ну, невозможно. Как Роберт Киосаки говорил, да, есть два типа проблем. Когда у тебя нет денег и когда у тебя очень много денег. Какой тип проблемы ты выбираешь? Я вот выбрал второй тип. И ни капли не жалею. Ребята, я знал, на что я иду. И вы должны знать, на что вы идете. То есть, большие деньги – это большие проблемы. Все, точка. Это я говорю для тех ребят, которые вот хотят добиться успеха. Я уже говорил, что вот большой успех не для всех. Не все хотят добиться прям большого успеха. Кому-то комфортно и так, да. Кто-то хочет жить там на пассивный доход, проводить время с семьей, там ездить на отдых, но ему не нужно бизнес какой-то там вести. Ему не нужен этот геморр. Он уже может быть не в том возрасте, да. И ему не нужно вот этот вот стресс весь. Потому что это огромная ответственность на тебе, да. Когда у тебя много сотрудников, когда у тебя большой бизнес – это большой стресс. И вот не всем такое подходит. Так что, если вы выбрали такой путь, если вы нацелены прям изменить жизнь, изменить мир, можно сказать, вот, изменить жизнь все, я думаю, хотят. А вот если вы хотите изменить мир и создать что-то такое большое, вы должны быть к этому готовы. На вашем пути столько будет встречаться дерьма, это нормально. Если вы это поймете, что это нормально, да, конкуренция там, зависть – это нормально. Просто когда у тебя нет денег, ты никому не интересен, понимаете. Только вот у тебя появляются деньги, все, ты всем интересен. Тебе будут завидовать, у тебя будут пытаться отобрать твои деньги, на тебе будут пытаться хайпить. Это нормально, ребята, это нормально. И если вы к этому не готовы, если вы не готовы к критике, не начинайте свой путь к успеху, потому что вы будете страдать, потому что вам будет настолько тяжело. Наоборот, мотивация сделает вам только хуже. Ребята, я вам скажу так, чтобы быть готовым к успеху, нужно вдвойне быть готовым к поражению. Вдвойне. Вот запишите себе вот эту вот фразу. Чтобы быть готовым к успеху, нужно вдвойне быть готовым к поражению. Еще я хочу с вами, ребята, поделиться мудростью, которую я вот осознал за последние года. Когда, каким бы вы не были хорошим человеком, сколько бы вы добра не делали, вас все равно будут хейтить, вас все равно будут ненавидеть. Все равно. Почему так происходит? То есть не нужно ничего делать плохого людям, не нужно, чтобы тебя ненавидели. Достаточно быть просто хорошим, достаточно быть просто успешным. Понимаете? Просто будь успешнее в сто раз, чем твой конкурент и все. И он просто будет тебя ненавидеть. Просто будь успешнее в сто раз, чем твой друг или сверстник, и он будет тебя завидовать. Все, этого достаточно. Ты мог ему помогать, ты мог ему делать добро. Этого достаточно, чтобы он тебе просто завидовал. Вот и все. Вот такая вот простая мудрость. Так что будьте к этому готовы, будьте к этому готовы, это нормально, так устроены люди, понимаете, вам будут завидовать, вас будут ненавидеть всегда, нет проблем только у того, кто ничего не делает. Как говорится в одном высказывании, если вам роют яму, не мешайте, закончат рыть, сделайте себе бассейн, если вам перемывают кости, значит не будет артрита или артроза, я даже вот видите не разбираюсь в болезнях, да, потому что вот несчастливый человек, он знает о болезнях все, я даже не знаю о болезнях ничего, как они там называются. Если вам плюют в спину, значит вы впереди, вот и все. Друзья, на пути к успеху, вот все, что я назвал, это с вами будет, это неизбежно, просто будьте к этому готовы. И вот возвращаюсь я к человеку, который говорит, ну вот я замотивировался, что мне делать теперь, теперь я в полной заднице из-за твоей мотивации, что ему делать, друзья? Продолжать-то пить, а что еще остается делать в такой ситуации? Если ты в заднице, ну что, можно сделать, ну вот у меня просто нету даже вариантов, один путь только наверх, но когда ты в полной заднице, что, есть еще путь куда-то? Нет, ты уже на дне, а дна можно, да, хорошо оттолкнуться, то есть тебе уже некуда падать, только вперед. Если ты сдашься, ну лучше же не станет, я никогда не понимал людей, которые сдаются, смысл сдаваться, все, вы и так в полной заднице, наоборот, когда вы в полной заднице, вам легче, вам нечего терять уже, у вас никого нет, у вас нет ни денег, у вас ничего нет. Очень просто тогда становится, если вы это осознаете. Вот мне сейчас не так просто, да, потому что мне есть уже что терять, у меня там недвижимость, бизнес, партнеры, мне есть что терять, понимаете? А таким ребятам, как я был, я же мотивирую вас своей историей, да, вы должны смотреть на меня, это я обращаюсь к тем ребятам, которые говорят, вот, мотивация не работает, вы должны смотреть на меня и говорить, вот, у чувака получилось, значит и у меня получится. А если там ни у кого не получилось, значит я буду первым, это единственный правильный настрой, по-другому в этом мире просто нельзя, вы должны только топить вперед. А что еще остается? Деградировать, не знаю, страдать, бухать, спиться, ну вот что еще остается? Это же путь вообще в никуда, то есть другого пути нет, только наверх, только топить, решать, выбирайте путь решения проблем, никогда не выбирайте путь, на котором проблем не будет, такого пути не существует. Вот розовые очки, потому что мне говорят, мотивация, твоя мотивация, розовые очки, вот розовые очки. Не понимать такого, да, такого простого. Ну что, друзья, буду я на этом заканчивать, давайте подведем итоги. Чтобы добиться успеха, у вас должна быть огненная готовность. Все, точка. Понимаете, если вы это осознаете, если вы будете это воспринимать нормально, это вами больше не будет управлять. Вот, это вами больше реально не будет управлять. Если вы будете понимать, что вас ждет, если вы примете все и осознаете, что без этого никак, вот, страх, зависть, нищету, если вы это примете, это больше вами не будет управлять. Вы на этом не будете концентрироваться, понимаете? То, что вы можете воспринимать спокойно, больше вами не управляет. Все. Концентрируйтесь только на пользе. Моя концепция, только польза, только ценность, только позитив, только добро несите людям. Мне еще многие говорят, а раз, я вот, да, понимаю твою концепцию, но, блин, как быть, да, польза, это все хорошо, концентрация на себе, это хорошо. Но вот у меня есть конкуренты, мне нужно разобраться с конкурентами, я по-любому там им должен отомстить. Ребята, никому не нужно мстить, если вам роют яму, они сами себя закапывают, не нужно никому мстить. Если вами занялись конкуренты, значит вы что-то стоите, значит они не могут к вам спокойно относиться, вот вы ими управляете, понимаете? Если они не могут к вам спокойно относиться, вы ими управляете. Вот и все. Понимаете, лучшая месть это успех. Вот почему я говорю, концентрируйтесь на себе. Пока конкурент твой концентрируется на тебе, он же тратит время на тебя, а ты тратишь время на себя, он ничего хорошего не создает, он же на тебя тратит время. Как он, у него нету времени, да, на свое развитие, он тратит его на тебя, значит ты впереди, значит ты делаешь что-то стоящее, значит ты влиятелен. Поэтому ты двигаешься дальше, да, ты концентрируешься на себе, ты создаешь, 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 несешь людям пользу, а они тебя никогда не догонят. Не нужно мстить. И они бесятся, да, ты ими управляешь, ты добиваешься успеха, они бесятся. Вот и все, вот друзья, почему я советую такую концепцию, это лучшая концепция. Я, конечно же, понимаю, ребята, что у каждого бизнеса есть своя специфика, вот просто мне задавали этот вопрос ребята, у которых вот кофейни, и у них прям сейчас очень тяжелая ситуация, они не могут выдержать конкуренции, им нужно что-то делать с конкурентами. Но, опять же, я посоветовал, может быть и нужно что-то сделать, да, у меня же тоже есть хейтеры, но вот я не знаю, как в наземном бизнесе, да, вот слава богу, пока в наземном бизнесе, да, у меня нет конкурентов таких больших и хейтеров. Да, потому что я маленький, вот смотрите, опять же, да, мой бизнес, да, вот мой барбершоп маленький, какая конкуренция? Мы одни, у нас нету сети, поэтому, да, мы не мешаем другим, только мы станем большими, только у нас появятся большие деньги, большие обороты, все, нами заинтересуются, с нами будут вести войну, ребята, это нормально, понимаете? А пока вы маленькие и пока у вас нет денег, вами никто не интересуется. И что я хотел бы посоветовать? Все равно я хотел бы посоветовать тем ребятам больше уделять время себе. Может быть нужно, да, разобраться там с конкурентами, но тратить на это, например, 30% времени, а 70% все равно тратить на себя. Но, опять же, ребята, нужно смотреть по ситуации, у кого какой бизнес. Давайте я проясню свою точку зрения, это я обращаюсь к тем ребятам, у которых кофейня. Пока ваш конкурент думает, как закрыть вашу кофейню, а вы думаете о том, как создать две новые кофейни, вы всегда будете на шаг впереди. Ну, вот как-то так. Но, опять же, да, я не знаю вашу проблему досконально, то есть нужно смотреть по ситуации. Так что, ребята, топите, только вперед, никогда не сдавайтесь. Вот я, видите, студент, бедный, фотка 13-го года, на втором я тут или на третьем курсе. Я был в вашей ситуации. Я не знаю, как мне вас замотивировать, сказать, что вот у меня проблемы, заплакать здесь. У меня сейчас больше проблем, больше проблем, чем раньше. Но я не воспринимаю их как проблемы, я воспринимаю это как возможности. Наоборот, интереснее стало вот решать проблемы. Вот сейчас в компании, с недвижкой, интересно решать такие проблемы. Но видите, какой я, я всегда заряженный, я всегда замотивированный, потому что я мотивацию использую вот как энергию. Да, я заряжаюсь с помощью мотивации. И не нужно говорить, вот сидит мудак в Мазерате, рассказывает тут об успехе. И, конечно же, тебе сейчас хорошо говорить, ребята, я сидел и не в Мазерате. Я вот сидел, вот я, где сидел. На кровати, без простыни. Сидел и рассказывал, но не об успехе, потому что я не мог ничего рассказать об успехе. Я рассказывал историю своей жизни. Тогда денег вообще не было денег. Стипендия это была 700 гривен, хотя тогда она еще очень помогала этой стипендии. Короче, приехали мусора, начали с мусорами петлять за три куска. 2000 гривен был у меня кредит, я не мог его погасить год. Я очень помню тот момент, когда я мечтал о том, что вот, я буду следовать по этому пути. Я буду все делать и когда-нибудь, когда-нибудь я вот смогу вот сесть в тачку и вот так вот рассказать уже об успехе. Рассказать о своем опыте, поделиться чем-то полезным с людьми, какой-то своей мудростью. Я мечтал, но тогда я не мог. Я так мечтал вот сидеть сейчас в машине, да, я к этому пришел и рассказывать уже об успехе. Я тогда не мог, так что я тоже через это проходил. Просто поймите это, это нормально, это нормально, по-другому никак, никто не добивается успеха. Вот начинает и все, и идет потихонечку вверх себе, идет, никогда не падает, никогда у него нет проблем, провалов. Ну не существует такого, не существует. Многие там миллиардеры банкротами были, там такие у них были проблемы, их там вывозили в лес, это, я про ребят там, да, из 90-х. Судили там, да, компании отжимали, да вообще жестко было, понимаете? Так что, если у вас сейчас проблемы, вы говорите, у меня кредиты, да это что, проблемы? Это не проблемы. Ну что, ребята, я думаю, вам стало немного спокойнее, проблемы есть у всех. Что вам еще такое показать плохое? А, идемте, покажу, тачку разбил. Ну как разбил, блин? Разбил, где, смотрите. Не с этой стороны. Вот, смотрите, ребята. Все, нахрен, разбил тачку, блин. Запчасти нет из-за этого коронавируса. Тоже проблемы. Что еще вам сказать? Зуб у меня болит. Очень сильно болел зуб. Я сегодня целую ночь вообще не спал. Дал мне он температуру, вот там вообще у меня раскошились зубы. Была сегодня адская боль. Ну это если вас подбодрит. Еще мне сегодня нужно целый день мотаться, блин, по городу. Сейчас еду в банк. А, заморозили мой счет, не могут мне вывести деньги. Дальше я еду к юристам решать вот эти вот дела. А, потом еще в суд. Нужно заехать в суд, забрать постановление за аварию. Потому что права у меня, блин, забрали. Ну, короче, проблема на проблеме. И я не унываю. Жизнь прекрасная. Нужно концентрироваться на хороших вещах. Смотрите, как красиво вокруг. Смотрите, тучи. Благодарю, блин, за тучи. Благодарю за эту травку. Благодарю за деревья. Концентрируйтесь на хорошем. Проблемы, это нормально. Если вы успокоитесь, они не будут вами управлять. И все. И вы их сможете спокойно решить. Вот такая вот вам мудрость от миллионера. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Я надеюсь, вам это видео очень сильно понравилось. Если так, то обязательно поставьте ему лайк. Подписывайтесь на все мои полезные каналы. Ссылки в описании. Всех люблю, всех целую и обнимаю. Пока. Ребята, не забываем развиваться. По-другому никак в тяжелое время. Но если вы думаете, что Дарвин Смит был мягким и кротким, вы глубоко ошибаетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова